Полина, с победой! Спасибо большое! За счет чего удалось победить? Почему первый тайм показался проигранным? Ой, вы знаете, женщины такие непредсказуемые. Не могу сказать. Возможно, количество потерь совершенных, таких неоправданных, ненужных. Плюс еще пять пенальти практически подряд тоже свою роль сыграли. Ну, как сказать? Я даже не знаю. Так игра равная была. Ну, то есть явного преимущества соперников в первом периоде таймена наблюдалось? Ну, нет. Мы оказались наравне. Просто, ну, первый тайм, как сказать, еще не показатель. Тем более, разрыв для гонбола, два мяча совсем небольшой. За счет чего удалось такой рывок совершить во втором тайминге? Ну, подуспокоились. Вспомнили все, что мы отрабатывали на тренировке. Вспомнили, как мы отрабатывали защиту, внесли коррективы некоторые. Вот. И думаю, больше реализованных моментов было больше и, соответственно, меньше потерь. Вы знали, как играть против вратаря соперника? Насколько я знаю, в дальней броске это была такая установка? Да, одна из установок, да, можно сказать, была установка. И с Викторией мы давно знакомы. Вообще с девочкой мы играли в одной команде очень долго, как бы. Вот. И по сборной знакомы. Ну, как бы проблем особых не составило сегодня. Я думаю, что это не лучшая игра, на самом деле, как она может сыграть. За кого играть против пяти олимпийских чемпионок? И как вот молодые игроки Лады выходили против этой команды? Ну, что-то говорили. Как вообще себя чувствовали, играть против тренера сборной, ну и многих игроков сборной? Ой, вы знаете, как бы я за них очень рада. Во-первых, там, с победой. Это уже прошло. Оно уже, как сказать, осталось в истории. Сегодня новый момент. И вообще девочки не думали, что кто-то там чемпион или когда-то что-то выигрывал. Настроились на здесь и сейчас. Сегодня наши молодые игроки выглядели уверенно. Это было видно. Забивали, боролись. Я очень рада за них, что они не, как сказать, не дрогнула у них рука перед олимпийскими чемпионами.